Человека, который раньше был слепым, привели к блюстителям Таурата, потому что Иса смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. Блюстители Таурата тоже спросили его, как к нему вернулось зрение. Он помазал мои глаза грязью, ответил исцеленный. Я умылся и теперь вижу. Некоторые блюстители Таурата стали говорить. Человек этот не от Всевышнего, потому что он делает то, что запрещается делать в субботу. Другие же спрашивали. Как грешник может совершать такие чудеса? Мнения разделились. Тогда они опять стали расспрашивать слепого. Что ты сам можешь сказать о нем? Это ведь твои глаза он открыл? Человек ответил. Он пророк. Предводители Иудея все еще не верили, что он был слеп и что к нему вернулось зрение. И поэтому позвали его родителей. Это ваш сын? Спросили они. Это о нем вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть? Мы знаем, что это наш сын. Ответили родители. И мы знаем, что он родился слепым. А то, как он сейчас может видеть, и как были открыты его глаза, мы не знаем. Спросите его сами. Он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя. Родители так ответили из боязни перед предводителями Иудеев, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Ису Масихам, тот будет отлучен от общества и станет изгоем среди своего народа. Поэтому родители и сказали, он уже совершеннолетний, спросите его самого. Они во второй раз вызвали человека, который был слепым. Воздай славу Всевышнему! Сказали они. Мы знаем, что этот человек грешник. Исцеленный ответил. Грешник он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу. Они спросили, что он с тобой сделал, как он открыл твои глаза. Он ответил, я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите еще раз это услышать? Вы тоже хотите стать его учениками? Они стали оскорблять его, говоря, сам ты его ученик. Мы ученики пророка Мусы. Мы знаем, что с Мусой говорил Всевышний, а об этом человеке мы даже не знаем, откуда он. Исцеленный ответил. Вот это-то и странно. Вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что Всевышний грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит его и поступает по его воле. Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у слепого с рождения открылись глаза. И если бы этот человек не был от Всевышнего, то он не смог бы сделать ничего такого. Они на это ответили. Ты был рожден в грехах. Как ты смеешь нас учить? И они отлучили его от общества иудеев. Иса услышал о том, что блестители Таурата выгнали его вон. Нашел его и спросил. Ты веришь в того, кто был неспослан как человека? А кто он, господин? Спросил исцеленный. Скажи мне, чтобы я в него поверил. Иса сказал. Ты сейчас его видишь. Он говорит с тобой. Тогда человек ответил. Повелитель, я верю. И поклонился Исе. Иса сказал. Я пришел в этот мир для суда, чтобы слепые видели, а те, кто видят, стали слепыми. Блюстители Таурата, которые были с ним, слышали это и спросили. Что? Мы, значит, тоже слепы? Иса сказал. Если бы вы были слепы, то греха не было бы на вас. Но так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова